Второе послание апостола Павла к Тимофею, глава первая. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному Сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о Тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть Тебя, воспоминая о слезах Твоих, чтобы мне исполниться радости, приводя на память нелицемерную веру Твою, которая прежде обитала в бабушке Твоей Лаиде и матери. Твоей Евнике. Уверен, что она и в Тебе. По этой причине напоминаю Тебе возогревать дар Божий, который в Тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силой Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По этой причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день. Держись, образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верой и любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифара за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме с великим тщанием, искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день. А сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. Второе послание апостола Павла, Тимофею, глава вторая. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом и Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумеешь, что я говорю? Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа, от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечной славой. Верно слово, если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может. Это напоминай, заклиная пред Господом не вступать в слово прения, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще больше будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея в сию печать. Познал Господь своих и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Второе послание Тимофею, глава третья. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, Родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, Более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Ксим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащиеся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Анни, и Иамврии противились Моисею, так и эти противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, в жизни, расположении, в вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, иконе, листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен, при том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание апостола Павла к Тимофею, глава четвертая. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его, в царстве Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Демас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один лука со мною. Марка, возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихий-ка я послал в Ефес. Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Труаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, чтобы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники. И я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствуй Прескилу и Акилу и дом Анисифаров. Ераст остался в Коринфе. Трофима же я оставил больного в Мелите. Постарайся прийти до зимы. Приветствует тебя Евбул и Пуд и Лин и Клавдия и все братья. Господь Иисус Христос с Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь. Благодать с вами.